Многие читают намаз только из-за страха перед судным днем. А как считаете вы, может все-таки будет гораздо честнее и лучше, если катализатором и желанием будет более высокое чувство и какая-то благодарность. Но, соглашусь, что все-таки основой совершения обязательной молитвы и вообще, когда человек придерживается религиозной практики, основой является не страх. Даже если вы столкнулись с моей книгой «Мир души» – это третье издание, но переиздавалось уже несколько раз. Там, где есть очень важный материал о смысле жизни. Если будет возможность, обязательно найдите, там порядка 360 страниц, что ли, «Мир души» и такие две птички – черная и белая. Там есть в том числе материал о смысле жизни, очень важный материал. И в этой книге, в одном из материалов, насколько я помню, есть богословская цитата о том, что из страха, если человек молится и совершает религиозную практику пред Богом из страха, пред Ним или пред судным днем, то это поклонение раба. Но раба, не в смысле раба Божьего, а как раба, в смысле человека не очень такого высокого понимания вещей, не очень сформировавшейся личности. И основное как раз там идет то, что человек в высоком понимании этого слова, личность, он из любви к Богу, из благодарности к Всевышнему. То есть из других чувств, не из страха, а именно из других чувств, иные чувства его побуждают это делать. Такие чувства, как благодарность, любовь ко Всевышнему и так далее. Я согласен именно с таким пониманием вещей. «Каким вы видите современное общество мусульман? Каким образом можно развивать более дружелюбный настрой и отношение уже практикующих мусульман по отношению к только начинающим?» То есть более дружелюбный. Вообще, в любом обществе, то есть мы просто-напросто иногда идеализируем ситуацию и говорим, что вот все видим в розовом свете, то, что мусульмане, такие все должны быть хорошие, все такие одинаковые, все такие прямо вот идеально великолепные, прекрасные, дисциплинированные, обязательные, честные, благородные и так далее. Но на самом деле нет. Качества и характеристики, которые может нести человек в своей повседневной жизни, их очень много, оттенков очень много. Как я сказал, коранические смыслы – это тысячи смыслов, возможно, десятки тысяч оттенков. Наследие заключительного Божьего посланника – это очень много хадисов. То есть это очень такое широкое разнообразие возможностей, в том числе тот же самый аят, где говорится . Те, кто усердны, говорит Всевышний Творец, кто усерден, тот усерден во всем правильном. Человек прикладывает усердие, трудится, обязателен, пред Богом ощущает себя. В вопросе бескорыстности, это, как говорят, на сегодняшний день очень важно такое качество – делать намного большее, чем то, за что тебе заплатили. То есть человек получает зарплату, да. Он говорит, я вот до этого часа работаю, больше я ничего дополнительного не делаю – это неправильный подход и с точки зрения вообще жизни, и с точки зрения религиозного человека. Религиозный человек, он всегда старается сделать большее. Это большее внимание. С большей отдачей сделать, с большим усердием, с большим качеством, чем то, что от него ждут. Почему? Потому что он делает это . То есть он усерден, в первую очередь, пред Богом. Не пред человеком, не пред работодателем, не пред родителей перед своими детьми или дети перед своими родителями. В первую очередь, пред Богом. И вот в этом случае, когда именно так человек усерден, прикладывает усилия, именно усилия, самоотверженно, то в этом случае в аяте продолжается. Всевышний говорит, мы дадим им пути. Самые разные пути к успеху, счастью земному и вечному, благополучию, взаимопониманию, будут разные варианты путей. Люди ограниченные своим жизненным опытом, очень узким. Ограниченные каким-то узким знанием предмета. Люди ограниченные, они видят какую-то маленькую тропинку и говорят, что только по этой тропинке можно попасть в рай. И обычно, к сожалению, эта тропинка какая-то такая глухая, темная, что-то такое радикальное, страшноватое. Но человеку интересно, потому что он все-таки ничего не боится по этой тропинке, попадет в рай и всех зовет на эту тропинку. Жизнь – это огромное разнообразие вариантов, огромное разнообразие, в том числе, с точки зрения религии и Священного Писания. И быть ближе к Творцу, раскрывать для себя грани жизни – разнообразие невероятное. Поэтому, мусульмане – люди все самые разные, их судьбы в 20 лет, 25 лет, в 30, в 45, в 50, в 60, совершенно разные ситуации, разные обстоятельства. И немало писем мне приходят, те же самые семейные ситуации, обстоятельства. Например, пишет женщина, что нас считают, что мы счастливая семья, что у нас все хорошо, но на самом деле у нас все ужасно. Я живу, как в аду. Мы улыбаемся внешне, когда где-то в гости ходим, а на самом деле у нас взаимопонимания в семье нет. И вот этот момент, он очень важен, в моем понимании в контексте триллионеров слушает, в том числе книги. И вообще, в жизни есть возможности на самом деле, может быть, кто-то из вас сказал, я вам про машину рассказывал или еще что-то. Я надеюсь, вам на этот счет никак это вас не раздражало. Это просто маленькие примерчики из жизни обычного человека. Неважно, человек имам или любой другой. В какой-то степени, даже если посмотреть, в стереотипном понимании, я кто-то совсем даже не похож на имама. Но зато я похож на верующего человека, мне это главное. Главное не то, чтобы стереотипно меня воспринимали как-то. Это как одна история, однажды оказался у одного интересного человека в гостях, очень интересный дизайнер. Ему сделал очень интересный дом. И вот просто-напросто какие-то красивые элементы, обращая на них внимание, он попросил приехать, ладно, я приехал. Каким-то вопросом пообщались, и вот к нему приходит его знакомый. Знакомый он сам грузин. Я обычно просто, я не знаю, в костюме ли я был, в чем-то обычном. Мы о чем-то разговариваем, сидим на диване. И вот этот человек к грузинам подходит, а где твой мулла, где твой? С такой большой шапкой, мулла, а где? Вот этот стереотип. Возможно, отдельный муллы или советский период, какой-то внесли немаленький вклад в то, что именно такое восприятие верующих людей или представителей религии. К сожалению, стереотипы далеко не верные и не хорошие. Поэтому здесь очень важный такой момент понимать, ощущать. Верующий человек, он может быть самым разным набором качеств, характеристик. Но самое главное, чтобы он был, не то, что он выворачивает душу каждого встречного, абсолютно нет, но чтобы он был естественным со своими близкими, со своими детьми, со своими родными, со своими компаньонами, с теми людьми, с которыми он сталкивается, чтобы он работал над этим. Я сам понимаю, иногда работаю над тем, чтобы улыбаться, например. И вот заходишь вечером или утром в лифт, если кто-то в лифте есть, я стараюсь улыбнуться. Я уже аудиокнигу какую-то слушаю, о чем-то своем думаю. Но потом сам себе говорю, вот Шамиль, ты над собой хорошенько не поработал, ты не улыбнулся, ты сказал доброе утро. Иногда говоришь доброе утро, но еще нужно улыбнуться. Потому что когда говоришь просто доброе утро, человек порой даже тебя не слышит. Там, где я живу, достаточно такая публика деловая, и человек уже в своем каком-то процессе, в таком определенном интеллектуальном. Тут парень у студента со своим велосипедом влезает в лифт, такой солидный дядя, очень серьезно. Возможно, человек так и думает, но я так думать не должен. Я должен сказать доброе утро, должен улыбнуться, и вот это пробивает что-то в человеке, и он тоже ответно начинает улыбаться и ответно отвечать. И вот этот процесс, я веду себя как верующий человек, который в том числе верит в то, что добро всегда восторжествует. В том смысле, что ты от себя хорошее делай, не жди от кого-то хорошего, от тебя зависящее дело. Поэтому люди разные, ситуации разные. Вопрос религиозного становления, разные периоды, разные ситуации, разные обстоятельства. Поэтому зацикливаться на этом не нужно, так ли, эдак ли. Если человек слишком много говорит о религии, я обычно людям говорю, много чего еще в жизни есть тоже, это только части жизни. Старайтесь быть в этом грамотны, да, но и во многом другом. И старайтесь быть специалистом в какой-то области, где вы на самом деле сможете в полной мере себя раскрыть. Есть ли в вашем окружении люди, которые могут частями рассказывать о себе и изливать душу, жалуясь на судьбу, даже не спросив, как твои дела, как поступить с ними? Честно говоря, в моем окружении, посмотрите на меня, такие могут быть люди, которые будут жаловаться, говорить вот туда-сюда. В моем кругу общения, мой круг общения – это мое зеркальное внутреннее отражение моего внутреннего мира. Я очень, вопрос нытья, даже кто слушал из вас последнюю проповедь пятничную, научиться быть благодарным, по-моему, что это называется. По возможности ее послушайте, хотя у меня голос совсем никакой, но по возможности ее послушайте, она очень важная. Потому что пришла одна женщина, я подробно рассказывал вчера в ней кратенько, она мне перечисляла то, чего у нее нет. Все грумое, несчастное, все обделенное ситуациями. У нее восемнадцатилетний сын, который привык уже не работать, ничего не делать. И она уже привыкла просить постоянно у всех о помощи, но ничего не делать. И вот она мне даже говорит, вот у меня этого нет, того нет, работы нет. И у нее взгляд, вот такой все опустившийся, вот так все. Такой взгляд, даже ее глаза не видно, вот так все, грумое лицо, вот такое все, вот такое, ну у меня нет, 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 ну все, конечно, но у меня нет, нет, у меня этого нет, того нет. Я говорю, послушайте, сядьте прямо, у меня спина болит. Я говорю, мне только не рассказывайте, я знаю, что такое болит спина, сядьте прямо. И вот она потихонечку упрямлялась, я говорю, послушайте, взял лист бумаги. В моем окружении таких людей нет, но с такими людьми приходится сталкиваться по работе. Я говорю, вот лист бумаги, вот здесь написано, то, что вы говорите. У меня нет, берете, перечеркиваете, а вот с этой стороны пишите, у меня есть. И пишите, две руки, две ноги, глаза, слух. То есть, у меня есть мой 18-летний сын, у меня есть многие возможности. Я нахожусь вообще в эпицентре в Москве, где миллионы людей, которые с нуля приезжают, они в состоянии, там целое состояние, целое, огромное, то есть очень много чего заработать. Это как один человек, интересно, просто так попутку поймал, сел в машину. Ну, какой-то жигулей. Говорит, мне до туда ехать до мечети надо. Едем с ним. Мы на стафоре остановились, и рядом стоит белый ягуар. Ну, честно, я так ягуар не особо понимаю. Цена и качество, я его совсем не понимаю. Формы какие-то, ну, некрасивые. Но, в то же время, белый ягуар так симпатичный выглядит. Я так смотрю на этот водитель, чтобы ему настроение создать определенное. Его стараюсь слушать какой-то наводящий вопрос. Я говорю, вот это наверняка ваш следующий автомобиль. Ну, новый ягуар, но он дорого стоит. Он говорит, ну, наверное, сложно будет там и так далее. Я говорю, ну, если вы захотите, вы сможете спокойно себе заработать на этот ягуар. Он говорит, я же таксую туда-сюда, и потом в разговоре я выдерживаю паузу, он говорит, ну да, у меня в Таджикистане Мерседес есть. И здесь поэтому говорится, то, что порой сталкиваешься с людьми, которые ноют, жалуются на жизнь, ответить им грубо не хочешь. На них уходит много времени, тем более здесь говорится, что и мне самой плохо, и сейчас нет чужих проблем. Но, как я сказал, вот эта зеркальная комната мне очень понравилась. Тарасин молодец, красиво это сформулировал. Потому что, ну, тот же самый аят, да? Всевышний не изменит положение людей, пока они не изменят то, что внутри них. Значит, просто тот человек, который это спрашивал, у него это нытье внутри есть, оно просто не столь явно. Оно есть, и поэтому он таких людей нытиков к себе, или она в данном случае, притягивает. Вот и все. Нужно поработать над собой. Ну, вы знаете, как поработать над собой. Не додумались, да? Четвертый. Как бороться с чувством горечи и обиды на Творца за мою болезнь или мучение? Ну, это, конечно, очень жестко нужно с этим работать, это нельзя. Это так кажется. То есть свое время, но те, кто слушает мои проповеди, знают, после 30-ти я столкнулся. Некоторые вещи я просто не говорил. Я сейчас даже в перерыве несколько человек, которые организаторы. Я говорю, послушайте, в Казахстане я раскрылся настолько, сказал такие вещи, которые я никогда еще не говорил о себе и своей жизни. А один человек, он все мои проповеди слушает, говорит, на самом деле я не знал, что вы учредитель одного из таких крупных предприятий. Я говорю, ну вот, пришлось сказать, чтобы люди не… Ну, просто один человек сказал, чтобы как-то ситуацию немножко расставить по местам, что все-таки извини, мы немножко с твоей… Если у тебя такое понимание, то у нас как бы разных категорий разного понимания вещей. Поэтому уж извини. И вот это чувство обиды, заболезни, мучения и так далее. То есть, одному Всевышнему ведомо, сколько каждый из нас прошел через самые разные этапы в жизни. Я даже когда слушал Трэйси, один из моментов, когда на МФС 5 слушал, надо отвечать на вопрос, если это очень поздно, либо очень рано. Я слушал у тебя книгу, и там как раз момент хороший, о том, что суть горечи. Он говорит о том, что каждые 2-3 месяца должен происходить какой-то кризис, какая-то проблема. Я так про себя думаю, почему. Но если проанализировать, просто мое видение вещей, я не вижу проблемы, я не считаю проблемой. Трудности я не считаю трудностью. Я в этом вижу, что вы в этом видите? Возможность. Порой хочется прямо порву сейчас на части. То есть, это наоборот заряжает. Иногда больно, на самом деле очень больно. Я последний раз столкнулся с простудой. Это у меня остаточное горло, на самом деле она была сильная простуда. Я ее перенес на ногах и просто ночью в течение дня рабочие какие-то процессы. Хотя я конечно все минимизировал. Я много пил имбиря, все минимизировал. Начал больше просто читать, потому что голова тоже болела. Все это там. Горло очень сильно болело. И вот ночью прям такая резкая боль. Горло, насморк, все это достаточно. Но это все равно, это не те боли, которые заставляли. Я внутренне, мне было комфортно. Я пред Богом говорил, что наоборот я был этому рад, доволен. Но порой я сталкивался с такими болями, которые вообще невыносимы. Ну как невыносимы, опять же сложно сказать невыносимы. Кто знает, что такое межпозвоночная грыжа. Но это боль, которая такая резкая, что ты просто, я реально падал на колени. Она просто резкая. Это даже не как будто ножом. А вот что такое очень реально, этот нерв, он при определенном движении зажимается, он резко, ты просто подышь. Или, например, когда ты спишь, ты просто слегка повернулся. Вот эта грыжа, она же просто-напросто давит на нерв. Эта часть диска, это он как резиновый, хотя достаточно такой живой. Живая ткань, этот диск он просто давит на нерв. В определенном движении резкая боль, ты просыпаешься. То есть очень серьезная боль. Через эту боль я один или два года эту боль терпел. Потом понял, что медицина мне тут вообще. После сорока я должен стать инвалидом по их прогнозам. И конкретно взялся за себя. Ну начал ходить, а потом уже пересел на велосипед. В любом случае, начал делать, конечно же, те упражнения, которые кто-то из вас уже смотрел. Однажды человек сказал, что имам делает упражнения для спины на ковыре. Но суть-то в чем? У меня один человек спросил, покажите упражнения. Я приехал издалека. Я же не врач упражнения показывать. Показал упражнения. Другой человек спросил, вы сказали в одной проповеди, я в Москве проездом, у меня мало времени. Пожалуйста, покажите мне ваши упражнения. Я же могу постоянно упражнения показывать. Но и как-то не очень. Я не всегда бываю в форме спортивной. Поэтому мы сделали этот ролик. В очередной раз, когда меня спросили, я прямо в этот же день позвонил. Хорошо, у нас в студии есть. Я говорю, господа, вот сегодня же, свободная камера есть? Говорят, есть. Вот сегодня же записываем ролик и все. И сделали ролик. Но опять же, я просто-напросто, мое желание было в первую очередь поделиться с другими. И все. Мой жизненопыт показал, что если раньше я вообще ничего поднять не мог, и от боли мне совсем никак, то здесь уже любой груз я поднимаю, любой. Но упражнения нужно делать сколько раз? Каждый день. Потому что это определенные мышцы, группа мышц. И вот сказать о том, что я говорил и ныл, за что, у Всевышнего и так далее, абсолютно нет. Я после этого, наоборот, стал крепче. Я стал выносливее. И одна из болей тоже, я ее долго терпел, это когда спазм в желудке был. Это я в одной из проповедей рассказывал. Из-за нервов по рабочим процессам, тогда как строительные процессы были в мечети, все эти реконструктивные. И я даже не знал, что это такое. То есть боль, когда ты скручиваешься от боли, и вот всю ночь, и до утра, и только в десять утра или в одиннадцать, уже как раз семья куда-то уехала, что ли. Я дома был один. И мама говорит, ну давай уже скорую вызовем. Потому что я говорю, ну я на самом деле не могу. Я уже несколько нож выпил, и не могу понять, что это за боль вообще такая. Но в итоге мне, конечно, в больнице, как обычно сказали, потыкали два здоровых мужика, на скорой меня отвезли. У вас острый гастрит. Я говорю, какой гастрит? Я никогда не пил, никогда не курил. Нормально ем, здоровый образ жизни веду. Какой у меня гастрит? Я говорю, нет, я не буду лечить гастрит. Я пошел. Это было просто-напросто на нервной почве. Я так внешне спокойно. В любом случае бывают разные ситуации в жизни. Он спазм дал, и все, мышцы. Поэтому, вот эта ситуация, какие-то вещи я вам рассказал. На всех этих этапах, как верующий человек, в первую очередь, с Божьей помощью, я в первую очередь старался воспитывать. Очень важно, каков ваш голос, когда вам больно. Когда горечь проедает вашу душу. Когда какие-то неприятные ситуации, обиды. На самом деле, у меня есть чувство достоинства. Кто-то даже в интернете меня где-то обидит, хотя я полностью себя ограничу. Но иногда кто-то мне говорит, вот что-то там. Если я это узнаю, мне, конечно же, неприятно. Но это было в разных периодах. Когда я еще был студентом, я тогда столкнулся и рассказывал с ситуацией. Просто по мне дали не ту характеристику. Например, 8 человек мы живем в квартире. И тот, кто старший, ему про меня сказали, что я гордый. А я уже на тот момент лет 5 проучился. А другие студенты остальные, они год-два только учатся. Я с ними на равных и все. Тот 8 лет примерно учился. Ему сказали, что я гордый. Но почему сказали, оказывается, потому что я на тот период вот так вообще ходил. То есть ровно. Это спор там больше. Из всего подручного, все, что есть подручное, все, что можно там схватить, где отжаться, где подтянуться. Однажды же там такие ставни в квартире на улицу. От солнца закрываются ставни. На эти ставни я железку просто брал, эту железку нашел, трубу на улице и подтягивался. И так, и сяк, и так, и сяк. Подтягивался постоянно. Больше всего в жизни, наверное, там подтянулся. И однажды я реально, а там низко получается, я подтянул эти, в коленях сжал, согнул ноги в коленях и подтягиваюсь. И эта железка, ба-бах, и прям коленями, не очень приятно. Пол, по плитку. То есть, ну суть, то есть я старался следить за собой, потому что не только мозгами работать, но и прокачивать мышцы. И человеку дает характеристику, что я плохой. Этот человек целый год, он очень красноречивый, очень мудрый парень. Он был намного мне старше. И он целый год вот так, вот так, вот так. Тем более, перед ребятами, которые помоложе. Мне неприятно. Но я каждое утро, тогда не было триллионер слушать, чтобы каждое утро читать. Но я каждое утро читал другую книжку. Довольно интересно. Она меня заряжала. И я был очень сдержан. Год прошел, тот парень при личной беседе говорит, слушай, я тебе и так, и сяк. Какие-то моменты такие унизительные при других. Ты вообще непробиваемый. Мне сказали, что ты гордый. Я так и сяк пробовал, у тебя совсем гордости нет. Я просто к тому, что чувство достоинства. Тот человек, который сказал, что я гордый, возможно, он прав. В том смысле, что чувство достоинства у меня достаточно серьезное. Я порой даже думаю, что в какой-то ситуации с кем-то столкнусь. Я думаю, как я смогу затормозить. Это как, когда в одной из проповедей, наверное, слушали, я еду зимой. Зима. Глубокая ночь. Уже двенадцать ночи. Я иду на своем нашипованной резине. На своем велосипеде. Весь закрытый. Аудиокнигу слушаю. Весь шапка. Капюшон. У меня такая горнолыжная куртка. Все. Ночь. Зима. Подъезжаю уже к дому. Там пешеходный переход. Но если пешеходный переход, то в первую очередь должна BMW X5 проехать или пешеход должен пройти? В первую очередь пешеход. И X5 совсем далеко. Но я спокойно на своем велосипеде как пешеход проезжаю. Но тут этот X5 и так мне понравился. Тем более он ехал. Он даже не собирался на тормоза нажимать. Резко останавливает. А я его не слышу вообще. Тут наушники. Тут шапка. Еще капюшон. И он вот так закрыт, чтобы холодно не было. И вот он туда-сюда открыл окно. На X5. Так высоко же. Открыл окно. У меня к BMW тоже определенные отношения. Открыл окно. Туда-сюда. Я слышу что-то похожее на мат. Туда-сюда. Я так про себя думаю. Я даже велосипед не развернул. Просто так повернулся, смотрю на него. Внутри думаю, если ты выйдешь, я тебя порву на части. Но в то же время думаю, что ты все-таки имам. Как-то нехорошо. Потом один прихожанин говорит, что у меня был эксперт, я тоже черный. Я ее перекрасил. Вопрос. Как вы относитесь к многоженству? Коротко, ясно. Сегодня здесь была книга «Семья и ислам». Мы как раз вчера подробно говорили про наставничество. Вопрос наставничества в той презентации послушайте. Время уже поджимает. «Семья и ислам» уникальная вещь. Почему? Потому что мы за более чем 10 лет больше всего у меня спрашивали по семейным ситуациям и обстоятельствам. Именно по семейной тематике. Вот вы видели «Женщина и ислам» – это то, что собралось за более чем 10 лет. «Мужчина и ислам», «Дети и ислам». «Семья и ислам» – 760 страниц. Здесь мы взяли лучшее. Если мы взяли бы все, таких было бы три книги по 700-800 страниц. Мы взяли лучшее. И там в том числе есть тематика многоженства. В книге «Семья и ислам» очень подробно, исчерпывающе изложена тематика многоженства. Как, что, чего. Мои близкие друзья все знают, как я к этому отношусь, что при мне эти темы не надо обсуждать и так далее. Даже если супруга что-то говорит, я говорю, послушай, ты же знаешь, как я к этой теме отношусь. Поэтому будьте спокойны, пожалуйста. Здесь один вопрос. В моем понимании вещей не очень положительный. Вот спрашивает человек, будет ли грехом, если после развода с женой я не буду общаться с сыном. Вообще не буду. Но при этом все положенные по закону алименты буду уплачивать для ребенка. Спасибо. Я почему говорю, что семья и ислам. Опять же люди думают, что Шамиль хочет свою книгу продать. Абсолютно нет. В очередной раз говорю, просто если прочитать. Вопрос опыта, вопрос знаний. Почему я советую семья и ислам. Есть, конечно, он и она. Там все книги собраны. Дети, мужчины, женщины и семья. Такая толстая он и она. Это, конечно, уникальная вещь. Просто уникальная в мусульманском мире в том числе. И вот в контексте постсоветского пространства удивительная вещь. Воедино там все собрано. Вот если взять отдельную тематику семьи именно, то это семья и ислам. И там очень много семейных обстоятельств. То есть очень много историй через мою жизнь, через мою голову прошли, где мне нужно было советовать, где мне нужно понимать, вникать. И причем люди говорили, либо мужчина, либо женщина, либо муж, либо жена. Они говорили те вещи, которые они даже при личной беседе не скажут. Им сложно выйти на такой уровень откровенности. И в то же время я сам. Жена 13 лет, слава Богу. И когда говорят сложно, не сложно, я говорю, ну вот просто бабушка сказала, что пора жениться. Сколько можно там постоянно работать, работать, работать. 25 лет. Просто оглянулся. С одним человеком пообщался. Мне показалось, что немножко не те наши взгляды на жизнь, не совсем одинаковые. Хотя да, все верующие и так далее. И я прямо в лоб спросил. Вот так, вот эти вещи есть, вот эти качества? Я говорю, ну мне кажется, что если эти качества будут, то постоянно будут какие-то проблемы. Есть желание отказаться или нет? Нет, они мне нужны. Мне нужно в жизни добиться этого, того, другого. Я говорю, да нет проблем. Вот одна беседа, все. Больше никогда не виделись, не слышались. И в другой ситуации тоже посмотрел вокруг. Человек отличный, великолепный. Даже не фреш, обычный стакан сока в обычном каком-то рамсторе. Тогда, по-моему, только рамстор был один в Москве. И просто, я говорю, знаешь, зачем пригласил. И тогда, ну Шамиль, может быть сейчас как-то у него такой костюмчик интересный и так далее. Вы бы меня видели тогда, там 13 лет. Я и так сейчас обычно очень прост во многих вещах. А там вообще какая-то у меня была старая Субара, 13-летняя Субара. Она мне очень такой серьезный отпечаток отношения к машинам Субара оставила. Ну старая такая машина. То есть все такое простое, все такое на ходу. Я весь в любом случае в своей работе. Мне это не особо так важно и так далее. Я просто спрашиваю, стакан сока взял. Честно говоря, сейчас думаю. Ну нормально хотя бы стакан сока взял, что ли. Чай хотя бы предложил. И просто, наверное, просто я говорю, знаешь, зачем пригласил? Да. Я говорю, согласна? Да. Я говорю, ну все тогда, все, какие проблемы. Через неделю я уже женился. Поэтому неделю просто пока родители пообщались и так далее. Но суть, суть-то в чем? Каждый день семейной жизни – это определенное искусство. Это определенные отношения. То есть я многое количество раз, вот как этот человек, к сожалению, порвало отношения, да? Развод. Сказать, что у меня прям так все идеально было. И никогда такой альтернативы не было. Были такие ситуации, когда уже какое-то напряжение включается. Его в этом случае, либо жена, либо муж, должны очень красиво перевести на какую-то иную волну, иные ситуации. То есть и отношения, они только начинают раскрываться через это. Они становятся какими-то банально серыми, в общем, как бы так вежливо ненавистными. А именно, вот человек, именно глубокие вот эти чувства, ощущения, отношения, они именно вот через эти ситуации раскрываются. Постепенно, шаг за шагом. Это умение нужно где-то делать шаг назад, где-то сделать шаг вперед, навстречу. То есть это целое искусство общения. И обычно, даже когда я провожу бракосочетание, я говорю, господа, вы себе не представляете. Семью можно превратить в некие камни, которые привяжутся к вашим ногам и будут постоянно тянуть вас вниз. Но в то же время, ту же самую семью, жена, муж, можно превратить то, что будет вас постоянно окрылять. Окрылять, вдохновлять. Вы будете в таком невероятном полете, причем изо дня в день. Это будет что-то невероятное. Это такой элемент, такая отдельная часть земного счастья, которое нужно уметь это раскрывать для себя. Это будет просто. Это что-то невероятное. И вот даже, насколько бы человек не устал бы, еще что-то, другое, третье. Все равно, вот это вечернее общение, вечернее даже, совместный ужин, когда уже все дети спят, хотя вроде там за 13 лет. Какие у вас темы уже, все уже обсудили за 13 лет. Не знаю, но всегда такие, какие-то интересные темы. Еще что-то, другое, третье. Я говорю, слушай, уже завтра рано вставать, уже пора. И это вопрос не любуйся, это вопрос не какого-то отдельного человека. Это вопрос любой семьи, любой. У каждой семьи есть такая альтернатива, такой выбор. Нужно просто это выбирать и над этим работать. В данном случае человек говорит, будет ли грехом. Мне сложно. Вот я смотрю на своих детей. Вот как я могу сказать, что нет, не будет грехом, то, что вы перестанете, не будете общаться со своим сыном. То есть человек должен открыть, просто вот этот человек, должен открыть глаза свои на жизнь. Я очень советую прочитать книгу «Семья и ислам». Почитать, просто увидеть, какие ситуации, обстоятельства на разных этапах жизни семьи. И понять, что такое дети. Это что-то невероятное. И это не алименты, это не материальный достаток. Нет, абсолютно. Далеко нет. Даже в вопросах материальных, касательно детей, я всегда достаточно подхожу ограниченно. Даже когда один из моих знакомых сказал, что в детстве у меня не было отдельной комнаты, но вот я как бы, он высокого достатка человек, купил большую новую квартиру, говорит, я вот сделаю так, чтобы у каждого из моих детей была отдельная комната. И я же считаю, потом даже целую проповедь провел, из РБК цитировал, потом еще в узком кругу с моими близкими знакомым общался, я говорю, ни в коем случае. Ну, в том смысле, что можно отдельная комната для мальчиков, отдельная комната для девочек. Но когда вы, родитель, создадите все условия для ребенка, отдельная комната, то, другое. Если еще додумаетесь ему еще и машину купить, все, он расти, развиваться, стремиться, преодолевать, проходить через сложности, он не захочет и никогда не научится. Это в Европе сейчас целая, в РБК там была большая статья, огромная проблема, то, что и в 30 лет люди не хотят уходить из родительского дома. У них есть отдельная комната, у них есть компьютер, игры, телевизор, все остальное. Они не хотят брать на себя ответственность семьи, а тем более воспитание детей. И это деградация и личности, и общества. И поэтому, я говорю, я стараюсь всегда ограничен. То есть, ребенок, вот, хочу. Я говорю, не вопрос хочу, а вопрос, нужно или не нужно. Если у тебя есть донашивая, даже порой, что-то там однажды кто-то сказал одно, другое, третье. Я говорю, послушай, я сам чуть не заплакал однажды, когда посмотрел, что реально мои дети донашивают колготки до дыр. Ну да, это может быть смешно, но я в какой-то момент задумался. Думаю, елки-палки. Я сам себе сказал перебор, но я не сказал, жене купи очень много колготок. Я внутренне подумал, но в то же время я не сказал. Я сказал, нет, давай лучше лишнюю заплатку сделать, а то так дети все равно, они одно за другим. То есть пусть разные одевают, пусть друг за дружкой одевают, те же самые куртки, обувь одевают. Но если это вредно их, вот чувствуется, что это влияет на походку или вредно для ступни. Лучше взять тот же самый ЭККО, дорогая обувь ЭККО, но зато для ноги полезно. То есть не быть каким-то скрягой, полезное в любом случае ребенку нужно и в развитии, и в одежде, но не баловать. То есть ребенок должен уметь сейчас какие-то этапы проходить. Я к тому, что даже человек говорит, что не буду общаться с ребенком. Ребенок, здесь не столько общения, сколько вообще его жизнь, как она складывается, и какая у него будет огромная травма, если он останется без внимания отца, тем более, если это мальчик ребенок. То есть это не то, чтобы грех, это нужно суметь взять на себя ответственность, быть отцом, возможно, восстановить семейные отношения и все-таки быть отцом. Это очень важно. 10 часов 5 минут. Мы собирались здесь и завершить. Давайте, наверное, завершим. Или как вы считаете? Отлично. Я думаю, что на самом деле мы переутомимся. Суть в том, что… О, это давно было, я не помню. Но моего брата, если проповеди послушаете, эта проповедь, может, даже не сохранилась. Это было давно, она была только на аудиокассетах. Я не знаю, сохранилась она или нет. Но у него проповеди, они все такие достаточно интересные. Ну, и книги тоже. Он пишет свои проповеди. У него две книги с проповедями вышли, сейчас третья готовится. Я хочу выразить вам свою огромную благодарность, потому что тут реалии жизни. Да, на самом деле, Божья милость, что я оказался в Казахстане. И увидел читательскую аудиторию. И мне это очень серьезно и зарядило, и вдохновило. И даст Бог, в любом случае, еще будут презентации, и будут семинары. Мы будем темным образом пересекаться, думать, анализировать. Но самое главное для меня, я всегда говорю, то есть человек не должен быть привязан к тому или иному. К Шамиле Алиудинову, к другому, к третьему. Не нужно ничего привязываться. У каждого человека своя собственная, уникальная жизнь. И в этой собственной, уникальной жизни главное, чтобы мы росли, развивались, становились человеком с большой буквы, личностью. И вот на каких-то мелочах, даже я вам приводил примеры, бывают большие ситуации, обстоятельства. То есть реалия жизни таковы, что возможности человека, они огромны. Но в первую очередь нужно в это поверить и быть, на самом деле, вот эта вот вера, живая вера в человеке должна быть. И те же самые семинары, даст Бог, если мы будем проводить. Мое просто презентации, в общем, да, книги люди читают. Но в то же время сам для себя я определяю некий такой уровень, некого такого скалолазания или еще что-то. То есть вот именно роста, когда ты должен приложить еще больше усилия, чтобы подняться на новый, качественный, новый уровень. И вот эта успешность человека, когда люди пересекаются, даже тот круг общения, который у нас бывает, у нас в том числе есть деловой клуб, в котором я периодами бываю. То есть вот именно среда, когда люди положительными импульсами, советами, то же самое чтение. Тот же самый раздел на ума.ру, Шамиль Алиудинов рекомендует. Многие говорят, спасибо, 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 что вы рекомендуете, что вы в любом случае. Почему? Потому что и люди, опять же, кто-то прочитает эту книгу, и ему понравится, кто-то другая. Те же самые фильмы, например, говорят, они пополняются, но нету. На самом деле почему-то нету времени на фильмы, я даже не могу, иногда 10-15 минут смотрю, что-то я как бы нет. Есть какие-то вещи, которые больше меня двигают. На данном этапе это семинары. Подготовиться к ним, чтобы это было на самом деле такие серьезные были инструменты, и чтобы постепенно из аудитории, не маленькой моей аудитории читателей, все-таки постепенно появлялись люди, которые прочитали – да, что-то применили – да. Но их жизнь, они видят в своей жизни больший потенциал. Но для этого им нужна некая такая взаимопомощь, некие инструменты дополнительные, некая дисциплина, когда люди друг другу помогают дисциплинироваться в том или ином. Поэтому огромное спасибо. И если было жарко, тоже не обижайтесь на организаторов, они очень старались. Сейчас здесь выставят стулья, потому что у нас один день вот так вот получилось, вокруг люди встали, мне было очень тяжело подписывать. Я без проблем подпишу, просто вот так сейчас выставят стулья, некая такая, как очередь появится. Я не люблю очереди. Но появится такая некая очередь, я всем подпишу, без проблем. Огромное вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ